В последнее время в свой адрес я слышу довольно много замечаний по поводу того, что все мои макияжи в теплых тонах, что я слишком увлеклась теплыми оттенками, и вообще эта мода на теплые оттенки уже надоела, и знаете, я задумалась, потому что возможно действительно я слишком сильно увлеклась вот этой модой, которая вот последние пару лет проглядывается на все теплое, теплые оттенки, теплые тени, теплые там румяна, теплые помады, Потому что я вспоминаю, что когда я училась в школе, а было это 5 лет назад, я имею ввиду в школе визажа, то учителя нам там прям вдалбливали в голову, что самые лучшие оттенки для макияжа это холодные, потому что холодные это корректирующие оттенки, а теплые как бы по умолчанию корректирующими быть не могут Поэтому тогда я скупала всевозможные холодные тени, а сейчас я наоборот скупаю всевозможные теплые тени И сегодня я хочу провести такой эксперимент, и мне в первую очередь очень интересно какой будет результат, потому что на половину лица я буду наносить холодные оттенки, и на другую половину лица я буду наносить теплые оттенки И мы с вами в конце видео посмотрим и решим, что все-таки объективно смотрится лучше Я очень тщательно готовилась к этому видео, я старалась подобрать равнозначную по качеству косметику, по текстурам косметику, чтобы ни с одной, ни с другой стороны не было какой-то разницы именно в плане качества косметики или каких-то текстур, что может повлиять на общий вид Итак, тон лица, то есть консилер, тональная основа и брови у меня уже сделаны, потому что объективно эти вещи мы подбираем под наши внешние данные, а не под настроение или под то, как хочется Для глаз я выбрала две одинаковые по качеству палетки, это мои тени от Илье, одна из них вот эта вот очень холодная, то есть здесь такая вот прям конкретно холодная растяжка оттенков И вот эта теплая, то есть они абсолютно одинаковый набор теней имеют, единственное, что вот эта очень теплая, вот эта очень холодная В теплой палетке возьму самый первый оттенок и просто побыстричку закрепляю базу, которую я нанесла Потом переворачиваю кисть другой стороной и наношу такой же светлый оттенок, но только из холодной палетки Следующий для теплой стороны я возьму вот этот вот желтенький и кисть у меня абсолютно чистая Буду наносить это как транзитный оттенок Беру другую чистую кисть и из холодной палетки тоже второй оттенок возьму Теперь средний оттеночек Еще больше углублять буду складку, ну вернее даже не складку, а просто как внешний уголок То же самое, другую кисть беру и вот этот средний оттенок На теплую сторону вот этот оттенок, ну я думаю вы уже поняли вообще принцип, да? То есть просто, грубо говоря, по очереди их буду брать и делать макияж То есть я не знаю вообще, нужно это каждый раз показывать Этот оттенок я беру, о, вот этот уже прям вот конкретно теплый И вот это вот как раз то, что я в последнее время частенько на себе использую Вот такие вот оттеночки коричневые, которые вот такой вот с рыжинкой Так, этот однозначно получается темнее, поэтому, наверное, с этой стороны я закончу А на эту сторону я еще нанесу самый темный оттенок Потому что однозначно мне не хватает именно затемнения с этой стороны То есть тут получается намного темнее макияж О, да, вот так вот приблизительно сейчас будут у нас уже равные шансы На нижнем веке я сейчас быстренько повторю те же оттенки Я думаю, я буду брать вот эти два с этой палетки И с вот этой палетки, скорее всего, вот эти три я буду брать И мешать, чтобы приблизительно добиться того же тона, который я на верхние века нанесла И после того, как я это сделаю, мы с вами перейдем к нанесению теней на подвижное веко С базовой формой теней я закончила Теперь хочу нанести на подвижное веко какой-то металлический такой шиммерный оттенок Так как в этих палетках, в принципе, ничего такого нет Я выбрала вот такой вот оттенок в Colourpop Это оттенок You Know The Drill И буду наносить его на теплую сторону, естественно Мне было довольно сложно подобрать по насыщенности приблизительно такого же плана оттенок Чтобы тоже был металлический, чтобы был приблизительно такой же насыщенности, но при этом холодный Я нашла что-то похожее в палетке Morphe и Jackling Hill Он, мне кажется, как раз очень похож на золото, но при этом как бы как холодное золото Если это вообще имеет какой-то смысл Теперь мне осталось только накрасить ресницы тушью И мы с вами перейдем уже к щекам Что касается щек Я опять-таки старалась, чтобы был один и тот же бренд Поэтому я решила воспользоваться вот этим вот контурирующим диском от GOSH Который называется Contour and Strobe Kit И здесь есть бронзер затертый до дырки, который я обожаю И также есть более холодный корректор И я как раз буду использовать на теплую сторону это, на холодную сторону это Технику я буду приблизительно одинаковой тоже опять-таки придерживаться То есть бронзер тоже наносить Типа как корректор, знаете, вот такого плана То есть не так размашисто, как я это обычно делаю А вот немножко более, ну как бы вот так вот подчеркиваю скулу И по вискам Тот же принцип, только другая кисть И теперь холодный оттенок Обычно румяна на себе я не использую, потому что мне не нравится Но ради эксперимента я буду использовать опять-таки румяна одного и того же бренда Это Music Flower Это с китайского сайта румяна И здесь вот для теплой стороны вот такой вот коралловый оттенок будет Для холодной вот такой вот морозно-розовый Опять-таки две разные кисти буду использовать Чувство кистей мне сегодня мыть надо будет Просто огромное количество Ну вот так вот буквально еле-еле-еле-еле-еле Я не люблю на себе румяна Мне кажется, они мне делают какой-то сильно румяный Как бы это ни звучало странно Так, теперь время хайлайтера Опять-таки принцип тот же Я взяла палетку Sleek Где есть очень насыщенный, очень холодный хайлайтер Вот такой вот лиловый и очень насыщенный Теплый, такой вот персиково-янтарный цвет То есть очень теплый И на теплую сторону мы наносим хайлайтер Этот хайлайтер, его надо будет просто минимальное количество Потому что он сразу такой ядреный Опять-таки переворачиваю кисть на другую сторону Наношу холодный хайлайтер И с этой стороны наношу холодный фиолетовый хайлайтер На губах я решила использовать вот такие вот помады Одна из них более холодная Это NYX Butter Lipstick и оттенок Snow Cap Она розовая, такая нюдовая, но холодная По крайней мере холоднее, чем вот эта от Rimmel Которая из линейки Kate Rock'n'Roll Nude Ну и опять-таки, в общем-то, наоборот, вернее Вот так вот я их буду наносить Ну что ж, на этом мой макияж 50 на 50 готов И давайте с вами подводить итоги Я не знаю, как вам Мое мнение очень субъективное Да и любое мнение здесь очень будет субъективным Но мне теплая сторона нравится больше Я не знаю, может быть, холодная сторона Действительно немножко более корректирующая То есть она лучше подчеркивает, возможно, форму макияжа Может быть Ну это если вот так вот совсем придираться И пытаться понять разницу Но вот эта сторона для меня, знаете, такая Как теплая, солнечная, живая Такая только после отпуска Когда эта сторона, знаете, такая Немножко замученная Холодом, морозами И вообще плохой погодой То есть вот эта сторона для меня Немножко такая какая-то более грустная Более взрослая даже может быть В общем-то я даже не знаю, что еще добавить Мне очень интересно послушать теперь Вашу точку зрения Как вам кажется? Я практически уверена, что мнения опять-таки разделятся Потому что, как я уже и сказала Здесь невозможно сказать объективно Это лучше или это лучше Все, что касается творчества, искусства, внешнего вида Здесь вообще не может быть объективных мнений Здесь все мнения только субъективные Поэтому кому-то нравится, кому-то не нравится Кому-то нравится это, кому-то то Это все нормальные вещи Но что касается меня Вот я специально провела этот эксперимент Потому что я готова была даже признать То, что я не то чтобы не права А что возможно я слишком увлеклась теплыми оттенками для себя Но проведя этот эксперимент И смотря сейчас на себя в зеркало Я понимаю, что все-таки вот эта сторона Лучше на мне смотрится По крайней мере мне так кажется Моему мужу так кажется Камера Мотор Все? Да А можно еще твое мнение на секундочку? Какая тебе сторона больше нравится? Вот это холодный Ой, вернее, вот это все теплыми оттенками сделано Вот это все холодными Ну, то есть видишь Как бы глаза Скулы И помада Какая тебе сторона больше нравится? Наверное, вот эта она чуть более мягкая Вот эта? Угу Ну, слегка Чуть-чуть буквально Ну, более мягкая имеется ввиду Вот я объясню Ну, вообще, если бы ты не сказал Я бы, возможно, даже разницы не увидел Так что, наверное Ну, все же вот так Вот эта, да? Угу Спасибо А на этом видео я буду заканчивать Но не спешите уходить Потому что здесь вы можете подписаться на мой канал Если вы еще до сих пор не подписаны И также YouTube вам предлагает на выбор Еще несколько моих видео А что я вам еще расскажу? А, вы видели вообще, какое мне украшение? Это мне сделала моя подписчица И она делает вообще ожерелье Поэтому я вам оставлю на нее ссылку Обязательно зацените ее магазинчик Я буду с удовольствием вносить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!